Итак, доброго времени суток всем тем, кто интересуется выращиванием грибов. Курс выращивания грибов от Фанни Машу продолжает свою работу. Следующим вопросом, если вы смотрели предыдущие публикации, то вы знаете, что мы сейчас будем выращивать. Грибы на плантации, у деревьев. Кто попал просто на это видео, то посмотрите все остальные публикации, которые вас будут интересовать. А я уже стандартно включаю свою пианино и говорю вам, поехали. Итак, благодаря одному очень хорошему производителю появилась вот эта публикация. Назрел тот материал, который невозможно было просто не выразить открытым текстом. И пришлось дать комментарии на вот эти бесполезные советы, которые каким-то образом должны были занять человеческое время, называемое досугом. Итак, выращиваем на плантации грибы. Здесь мы будем выращивать, как заявлено вот этой публикации, ни мало, ни много. Мы можем вырастить белый гриб, можем вырастить дубовик, подосиновик, сыроежку и рыжик. Вот так вот. Ну, относительно сыроежки и рыжика, я не знаю, насколько целесообразно вообще заморачиваться над таким вопросом, но возможно есть фанаты, любители сыроежек и рыжиков, можете тоже попробовать это все делать. Но вот относительно выращивания белых грибов, здесь неугасаемый интерес и неисчерпаемые поприщи для творчества, для всех людей, которые собираются сделать все, что угодно для тех людей, которые хотели бы вырастить вот эти грибы на белые грибы, боровики, на себя, на даче, под деревьями. И для них сделаны все условия для того, чтобы отнять у них честно заработанные деньги на то, чтобы они позанимались выращиванием белых грибов. В предыдущей публикации я уже остановился на этом вопросе и повторяюсь еще раз. Такие грибы, как белые дубовики и подосиновики, относятся к группе микоризных грибов. Грибы, которые растут только в симбиозе с корнями деревьев. По-другому эти грибы расти могут, но плодовые тела давать не могут. Все дело в том, что возможность усваивать аминогликозиды из почвы у них утрачена в процессе эволюции. Этим занимаются корни деревьев, которые позволяют получить вот этот аминогликозид из грунта. Это и есть питательное вещество для образования плодового тела. Такое взаимодействие гриба и корней не является паразитическим. Гриб взамен той пищи, которую потребляет из грунта, он дает микроворсинки на поверхности корней деревьев. И дерево намного лучше может усваивать влагу из грунта. Такой симбиоз взаимно оправдан и для грибов, и для растений. И поэтому существует такая тесная взаимосвязь вот этих грибов. Теперь попробуем, сейчас проанализирую, что здесь публиковано, и остановимся на некоторых таких более-менее научных или более научных способах, возможно ли вообще каким-то образом сделать посадку микоризных грибов. Итак, подбираем затененный влажный участок, так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Возле садовых и дикорастущих деревьев лиственных пород, желательно молодых, 8-10 лет. Около ствола площадью 1 квадратный метр аккуратно снимают незначительные сколы. Аккуратно, ну вот слово такое, аккуратно, аккуратно, вот, аккуратно. Так, верхний слой почвы, 10-12 см. В местах оголения корней следует нанести незначительные сколы, но так, чтобы не сильно травмировать дерево. После обильного увлажнения, обильного, хорошее слово, да, обильного, обильного. Бытует мнение, как у Задорного, бытует, где бытует, как бытует, с кем бытует, обильного. Что значит обильного? Все как-то относительно, что означает это слово в этом предложении, непонятно. Это 200 литров или это 200 мл? Будет ли это обильно? Непонятно. Но увлажняем участок и укладываем грунт с высоким содержанием торфа. Нам нужен будет еще торф. Вот, нам нужно будет, вот, материал какой-то мы будем сеять. Нужен будет торф, перемешанный с опавшими листьями трухой или корой древесины, или конским навозом. Вот, толщиной 2-3 см, тем самым выровняя участок. Выровняли так. Следующим слоем равномерно наносим мицелий, предварительно смешанный. Мицелий наносим, предварительно смешанный с 1 литром сухой почвы на всю площадь участка. Затем участок прикрывать снятым ранее слоем почвы и увлажняем капельным способом. Распыляем или аккуратно льют на ствол дерева в объеме 20 литров. Вот, 20 литров на плантацию с добавлением подкорки в виде раствора сахара. Сахар еще нужен. 50 грамм на 10 литров воды. Уход за посадками грибов в сезон плодоношения заключается. Уже уход за посадками... Итак, в этом моменте хочется, не знаю, полаять, заржать, помычать, покрюкать, помяукать. Даже не знаю, как отнестись с этой публикацией. Ну, итог, понимаете, эти все мероприятия... Какой смысл в этом всем, если... Ну, эту рекомендацию дает вот этот производитель, да? Вот этот производитель. Он дает эту рекомендацию. В стерильных условиях при посеве вот этого материала выросли одни плесени, которые растут на хлебе, на дрожжевые грибы здесь выросли. Вот здесь выросли какие-то актиномицеты непонятные вообще. Но это ничего не имеет никакого общего с какими-то культурными грибами. Вот представляете себе человека, который площадь 1 квадратный метр раскапывал, уплотнял, заносил, засыпал туда плесень. Ну, таким способом возьмите буханку хлеба, упакуйте ее в полиэтилен, подождите месяц. Там вырастет вот такая плесень. Сделайте вот эти все мероприятия, покрошите ее туда, закопайте, полейте там 20 литров на плантацию с добавлением подкормки. Сахар еще туда добавьте, чтобы она хорошо росла. И ждите, когда у вас вырастут грибы. В общем, это все, оно имело бы смысл в одном случае, если бы туда вносился какой-либо живой мицелий. Но полная ахинея, я просто так вот скажу. Вот полная ахинея, я не буду это не как-то укладывать, или как-то приклеивать, или как-то отмазывать вообще, или как-то соотносить с какой-то истиной. Здесь это склеить невозможно. Это полный бред. Уход за посадками грибов в сезон заключается в период увлажнения почвы при отсутствии отсадков. Опять же таки, вот, уход за посадками грибов в сезон плодонадушения заключается в период увлажнения почвы при отсутствии отсадков. Вот, мы будем ходить поливать с лейкой, да? Зачем? Зачем поливать грибы? В ботанике, выращивая огурцы, помидоры, клубнику и все остальное, однозначным образом, что очень большую роль играет влажность. Но зачем увлажнение грибам, которые находятся в природе? Во-первых, вот, кто-то сейчас вот тоже напроизводит вопрос, а как? Грибам не нужна влажность, и, конечно, им влажность нужна. Но есть один момент, такая, которая называется, и особенно природные грибы от нее зависят напрямую. И этот момент называется инициация плодоношения. Почему грибы не растут во все временные периоды? Например, те же, там, лисички или какие-то другие. Есть определенные соотношения инициации плодоношения. Те грибы, которые растут осенью, для них нужны перепады, резкие перепады температуры. Вы знаете, что есть грибы, которые растут, например, в сентябре, есть в октябре, а есть, которые растут в начале ноября, уже перед заморозками. Они растут в этом узком, своем климатическом диапазоне. И именно этот климатический диапазон позволяет развиваться грибницей. И именно инициация плодоношения происходит при суточном перепаде температур, как образуется плодовое тело. Ночью становится температура до минус 5, когда образуются легкие инии, заморозки на грунте. А днем температура может подниматься до плюс 25-20 градусов. И вот этот перепад инициирует образование плодового тела. И вот этот диапазон у разного вида грибов, он разный. И когда вот это соотношение попадает в тот диапазон, который соответствует определенному виду, происходит инициация и образование плодового тела. То есть и тем грибоводам, которые хотят летом в жаркую пору полить грибы для того, чтобы они образовались и выросли. Или для тех, кто там собирается выращивать боровики. Понимаете, влажность-то есть, но инициации плодоношения нет. Если вы хотите инициировать эти грибы, тот же процесс мы можем делать в помещении. Для этого мы включаем на ночь, например, кондиционер и опускаем резко температуру до плюс 5 градусов. А на другой день включаем резко подъем температуры до плюс 30. Вот в этом диапазоне происходит резкий взрыв, сказать так, мицелия и образование завязывания плодовых тел. Но это можно сделать в искусственных условиях в помещении. Если у вас есть возможность сделать суточный перепад на грунте, размером квадратный метр, квадратный километр, у кого какие возможности, то вполне вероятно, что можно и весной, и летом, и круглый год выращивать микоризные грибы в природе. Ну, само собой, разумеется, это все с иронией сказано, так что не нужно серьезно относиться к этим фразам. Ну, просто, вот эти все мероприятия, это полная глупость. Так, и что тут дальше? При благоверятных условиях, осенью, весенней или летом следующего года, перед деревом появятся первые грибы. Грибы появятся. При благоверятных условиях, при весеннем посеве первые грибы появятся по дереву уже осенью, или же при посеве осенью, летом следующего года. Это искусственно посеянная грибница плодоносит 3-5 лет. Вот так. 3-5 лет плодоносит, а дальше уже не плодоносит. А куда же она делась? Искусственно посеяна. Вот, 3-5 лет прошло, покупайте снова плесень, вот в пакете купите еще раз, туда нужно срочно ее посеять, и через 3-5 лет она снова там будет произрастать. Ну, антиреклама есть, тоже реклама, и... Так, относительно микоризных грибов. Неужели все так фатально, и ничего нельзя предпринять? Вы знаете, до последнего времени у меня была такая мысль... У меня была такая мысль, что действительно вопрос очень сложный, и действительно вырастить микоризные грибы в природе невозможно. Производят, вообще, скажем так, в мире есть целые плантации деревьев, на которых засажены деревья, уже инокулированные микоризой, ну, или не микоризой, ну, грибами, скажем так, подосиноками, или там белыми грибами, боровиками. Это происходит в лаборатории. Вопрос очень щепетильный и сложный. Это на жидком мицелии, на жидкой культуре грибов помещаются корни однолетних саджинцев. Это, скорее всего, процесс очень сложный и стерильный там, и так дальше. Гарантии полной того, что они именно взялись к этому корню на 100% нету. Стоимость, насколько я читал, где-то на форумах, где-то в районе 70 евро за одно такое растение. Приживаемость их такая же, как и у любого дерева. У нас 50 на 50, то есть гарантии никто не может дать, что они прирастут или там приживутся в ваших условиях или в вашем саду. И так вот выглядит ситуация. Значит, недавно я прочитал очень интересную публикацию. И она более-менее имеет под собой какой-то хотя бы логический смысл. И я сейчас попробую ее озвучить. Значит, каким образом попробовать все-таки вырастить эти грибы? Для этого никакие синтетические материалы выращены или в продаже. вам не подойдут. Для этого нужно совсем другие методы и способы. Там было описано три способа. Ну, два, по меньшей мере, такие вот смешные. Например, нам предлагали взять грибы, поместить их на 2-3 дня в деревянную посуду. Вы знаете, я долго искал, сначала мысленно деревянную, хорошо, что не оловянную. Если бы в стеклянную, ну вот есть у меня стеклянная, но нет ни оловянной, ни деревянной. Вот где взять деревянную посуду, трудно вот себе представить. Это бочку там покупать отдельно, да? Для какого-то очень такого странного метода и способа. Зачем? Итак, проанализировав все свой личный опыт и все вот такие материалы, я посоветую вам два таких способа. Если вы очень хотите вырастить у себя вот микоризные такие грибы, сделайте следующим образом. В сезон, когда эти грибы произрастают, найдите переросшие экземпляры. Большие экземпляры грибов, это будет подосиновик, например, или там боровик. Внимательно запомните именно под каким деревом вырос этот гриб. Была ли это береза, был ли это тополь, было ли это какой-то дуг или какое-то другое дерево. И если у вас на вашей там приусадинном каком-то участке есть точно такое же дерево, вы можете взять вот этот переросший материал, высушить его очень таким способом, как сушат в тени, то есть не перегревая температуру, чтобы ее не повышалось выше 30 градусов. Таким сухим способом для этого можно сделать небольшие, разделить его на небольшие части, полоски там, ломтики очень тонко, засушить его, скажем так, воздухом, и потом, измельчив его на порошок, дальше произвести следующее. Действительно, в тех местах, где произрастает тот же вид дерева, прокопать какие-то пространства до корней, сделать на этих корнях сколы, присыпать это место вот этим мицелием и вместе с этими грибами, если, ну, вы должны знать или запомнить, или как-то там пометить вот это место, где вы там собирали вот этого гриба, взять оттуда еще вот этого грунта. Вот этим грунтом, на котором, там однозначно в нем есть вот эта грибница или этот мицелий, этим грунтом присыпать эти корни и накрыть это там же той землей, которая там произрастала. Ну, вероятность есть того, что на протяжении, там, 10 или 15 лет произойдет произрастание этого мицелия на этих корнях, и, возможно, вы даже не вспомните через такое длительное время, откуда у вас на утресаденном участке растут дикорастущие грибы. И еще один способ, который очень очевиден, и этот способ, он на 100% проверен, и это работает, но я его проверял только на опятах, лесных опятах. Значит, делается следующим образом. В сезон люди, которые собирают грибы, они собирают их большое количество, потом начинают их там перебирать, есть поврежденные плодовые тела, срезают ножки, получается какое-то количество материала, ну, этих отходов. Эти отходы обычно утилизируют или выбрасывают просто в мусор. Вот эти отходы, некоторые люди догадываются, что их нужно рассевать в садах. Правильно вы сделаете, если простым способом рассыпаете их в малинниках, в траве, под деревьями, просто рассыпаете их на грунте. Но у многих людей, несмотря на все эти мероприятия, роста не наблюдается. И тут нужно озвучить один небольшой секрет, который касается большинства полезных дикорастущих грибов. Они растут на щелочном грунте. Щелочный грунт – это тот грунт, который много в щелочи. Или по другим словам сказать, pH такого грунта приблизительно больше 7,5-7,7 pH среды. Способ – есть определенные приборы для измерения щелочности вот такого грунта. И такой прибор у меня есть. Возможно, чуть позже в публикации, сейчас в данный момент на рабочем месте, сейчас не могу продемонстрировать, он имеет два таких щупа, которые вставляются в грунт, и можно измерить грунт. Как повлиять на этот фактор щелочности грунта? Очень просто. В том месте, где вы хотите вырастить вот эти опята, в грунт нужно внести очень и очень много щелочи. И лучшая природная щелочь, которая есть, это обыкновенная зола, которая остается после сжигания костров, приготовления шашлыков и других мероприятий, связаны с сжиганием древесины. Ни для кого не секрет, что в местах бывших пожаров или в местах, где производилась вырубка леса и производится плановое какое-то сжигание старых пней или древесины, в тех местах через определенное время, 5-6 лет, тотально происходит произрастание именно опят на той оставшейся древесине. Это все происходит из-за высокой лужности вот этого грунта, и грибы начинают расти в огромном количестве. Поступая таким вот образом, приблизительно на протяжении 3-х лет, рассевая вот эти отходы от очищения опят, размещая себя при усаденном в саду, в траве, осенью можно получать просто колоссальный урожай опят на своем участке. И еще даю один совет. Этот совет будет касаться и тех людей, у которых выросли грибы на пеньках, и тех людей, у которых грибы выросли, например, опята или подосиновики, они выросли просто в каком-то месте в саду. Если вы не будете жадничать, как говорят, жадность фрая разгубила, нужно оставлять семенные экземпляры просто на своем месте. Что это означает? Или вешенку, которая выросла на пне, или вот эту опята. Нужно в определенных местах оставлять, не срезать их. Они должны вырасти и просто сами перерасти на этом месте. В процессе этого происходит выделение спор во внешнюю среду. Эти споры, попадая в благоприятные условия, в дальнейшем будут давать вам урожай. Вот такие простые советы, используя и применяя их в вашем хозяйстве, можно надеяться с каким-то процентом на то, что у вас будут вырастать микоризные грибы. Все остальные инсинуации и фантазии на эту тему не содержательны. И больше добавить по этому вопросу мне фактически нечего. Эта публикация всегда оставляет открытым форум внизу. И множество людей, у которых есть по этому поводу какой-то опыт, или какие-то мысли, или какие-то противоречия, или есть какие-то... Может всегда их оставить. И это будет полезно для людей, которые проанализируют тот предыдущий материал, который они услышали, и те советы, которые будут озвучены чуть позже. Вот. Относительно посадки дикорастущих грибов и микоризных грибов, на этом мы остановимся. И в следующем вопросе сейчас переходим в выращивание грибов в лунках.